В столице республики, в домах и квартирах ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей стали устанавливать пожарные извещатели. Они издают специальный сигнал в случае возгорания. Это позволит предупредить пожар. Поводом для такой акции стала печальная статистика. В огне гибнет немало людей. Автономный пожарный извещатель ежегодно спасает сотни жизней. Появился такой и у Раисы Федоровой. Беспокойство ее понятно. Один из домочадцев курит, дети маленькие. Все это увеличивает риски. Я опекун детей. Мне вот бесплатно поставили. Конечно, это очень хорошо. Большое спасибо. Ну, я сама в садике работала. Я знаю, как это. Ну, как там ставят и в больницах, и бедала везде. Бывает, конечно, у многих, у всех это бывает. Бывает, и чайник забываешь. Потом только чувствуешь, что запах газа пошло-то. А ночью-то и не учуешь, будешь спать. А тут уже знаешь, что тебя разбудят. Принцип работы прибора прост. Техническое средство устанавливается на потолке. И при появлении дыма сразу же реагирует на него и подает сигнал. Его услышит, пожалуй, каждый. Произошел сигнал. Если задымление небольшое, проверяем, можем ли мы своими силами справиться с пожаром, обесточить. Самое главное – обесточить помещение, попробовать потушить. Если не получилось, надо, главное, всех дома разбудить, поднять и вывести в коридор. И вызвать пожарных, соответственно. По поручению главы администрации города Чебоксара в зимнее время работа по пожарной безопасности усилена. В первую очередь извещатели устанавливают с определенным категорием граждан. Эти списки формируются администрациями районов города. Также за Орского территориального управления города Чебоксара, который находится за Волгой. Списки, соответственно, категории людей, которые входят – это, значит, малоимущие, находящиеся в трудной жизни ситуации, многодетные, престарелые, блокадники, ветераны Великой Отечественной войны. Это все происходит через администрации районов города. В социальный отдел надо обращаться, в администрацию города. И в этом социальном отделе сформируются списки. Только за этот год автономные пожарные извещатели установлены с шести десятков домов и квартир. На выделенной администрации города средства были установлены извещатели на бесплатной основе. В ходе установки извещателей в целях обучения правилам пожарной безопасности проводится разъединительная беседа о соблюдении мер пожарной безопасности. В жилье и выдаются памятки по пожарной безопасности. Работа продолжается. В город администрации сейчас формируются заявки. Между тем, специалисты предупреждают чебоксарах по квартирам, продолжают ходить якобы представители сотрудники пожарной службы и предлагают проверить противопожарное состояние квартир. Некоторые продают приборы стоимостью от 500 рублей до 5000. Это мошенники. Будьте бдительны и не пускайте самозванцев на порог. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика.